Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife. Хочу записать для вас короткий ролик, в первую очередь для тех, кто хочет приобрести себе смартфон Meizu, Meizu M2 Note и Meizu M2 Mini. Сейчас очень много провокационных роликов об официальных Meizu, про Meizu, у которых есть русский, украинский и так далее. Что мы предлагаем нашему клиенту? Мы предлагаем оригинальные заводские Meizu, Meizu M2 Note и Meizu M2 Mini. Эти модели выглядят вот так, вот коробки их выглядят вот так, и я хотел обратить ваше внимание на ту прошивку, с которой сейчас поставляются эти модели. Вот побольше это Meizu M2 Note и поменьше это Meizu M2 Mini. И сейчас рассмотрим все основные моменты по прошивке. На данный момент прошивка у нас интернациональная. Прошивка имеет вот такую вот версию 4.5.4i. Здесь в коробке есть выбор русского и украинского языка. Русский, украинский тоже, само собой. Также есть предустановленный Play Market. Этот Play Market устанавливался не через App Center. То есть полноценный, полноценный Meizu с интернациональной прошивкой. Здесь нет мест, в которых вы сможете найти какие-то китайские или английские слова. Полностью все на русском. Идеальный, полноценный русский, украинский язык. Теперь, что касается нашумевшего в свое время Meizu M2 Mini с его корявым английским языком и так далее. Здесь точно так же стоит интернациональная прошивка. Прошивка отображается у нас вот в информации вот таким вот образом. FlymeOS 453i. Полностью аналогичная ситуация. Здесь полноценный русский и украинский язык из коробки. Здесь предустановленный Play Market, который установлен был не через App Center. В принципе, полноценная работа, полноценная интернациональная прошивка. Именно в Antelife, именно у нас, ну а может быть и не именно, у нас эти модели продаются вот с таким вот софтом, вот с таким вот программным обеспечением. Бояться наших Meizu не стоит. Они отличные, хорошо себя ведут, слушаются и отлично работают у наших клиентов. Все, кто покупает у нас Meizu, абсолютно все довольны по этим моделям. Из основных отличий, что разного между, что выбрать M2 Note или M2 Mini, я хочу сказать, что основное отличие это размер, большая цена. Процессор здесь восьмиядерный, здесь четырехъядерный, но в играх Meizu M2 Mini ведет себя лучше. Наверное, за счет того, что здесь меньшее разрешение экрана и нагрузка на процессор идет меньше. Здесь с играми будет посложнее. Камеры плюс-минус у них одинаковые. Ну, мне все-таки кажется, что чуточку камера лучше у Meizu M2 Note. А так, это две таких очень интересных модели, две бюджетных модели от компании Meizu. Которые сейчас просто разрывают рынок. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Александр, интернет-магазин Antilife. Заходите к нам в группу, покупайте свой Meizu, который вам подойдет. Спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok